Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Домашний Очаг с Марины. Но мне сегодня хочется сказать, что утро добрым не бывает. Вот у нас прошли новогодние праздники. Было достаточно много вкусной еды, достаточно много было напитков. Были бессонные ночи, было веселье. Иногда бывает, что просто по состоянию здоровья, просыпаясь утром, мы на лице видим у себя вот такой отек. Он может быть или после праздника, или просто после бессонной ночи. И, конечно, это вызывает очень большую у нас тревогу, проблему. Даже не с точки зрения косметологии, может быть, внешнего вида. А действительно, даже по состоянию здоровья. Потому что вот такой отек, который у меня сегодня ночью произошел, мне достаточно тяжело переносить. Потому что сосудистые начинают проявляться какие-то проблемы. И мне надо срочно принять экстренные меры. Ну, в связи с тем, что мой канал создан, конечно, только для женщин. И мой девиз, что я не научу вас быть красивой, я хочу вас научить быть счастливой. Это самый главный девиз, когда у нас хорошее настроение и бодрость духа. И очень важно, что я все чаще и чаще прихожу к мнению о том, чтобы использовать более натуральные продукты в уходе за собой. Ну, это связано и с точки зрения экологии. В моем данном случае, что я очень сильно аллергик, я могу на любой крем отреагировать неадекватно, на любую маску косметологическую, на любые лосьоны. Поэтому я прихожу уже к такому мнению, что я начинаю использовать то, что меня окружает на кухне или в моем саду в данном случае. И я вам хочу показать способ, который я использую для, ну, скажем так, экстренного убрать отек. Ну, конечно, это не так легко и не так просто, потому что все-таки это не от того, что мы хорошо покушали. Это, прежде всего, нарушается лимфодренаж. И вот, когда утром мы просыпаемся и чувствуем уже такую отечность, я вам советую применять вот такой вот способ. Я приготовила две мисочки. Одна будет с холодной водой, другая будет с достаточно горячей водой. Вы обратили внимание на то, что у меня и тарелочки, и полотенечки все такого зеленого яблочного цвета. Я очень люблю цветотерапию, поэтому я использую, вот видите, даже в уходе за собой определенные цвета. Ну, мне кажется, они мне будут помогать. Вот такой цвет зелени. Еще зрители моего канала Марина Цветы, которые в прошлом году были со мной на протяжении всего лета, видели, что я замораживаю такие льдинки из цветов в своем саду. Вот у меня есть льдинка с васильком. Если вы хотите, можете вернуться на канал Марина Цветы в плейлист для здоровья. И там я рассказываю свойства василька. Но вот в данном случае он незаменим, он очень хорошо снимает отеки именно под глазами, вот тут вот, где у нас мешки идут. Лед у меня вот есть с календулой тоже желтые цветочки. Вот прям цветочки я замораживала. Вот есть с ромашкой у меня лед. Вот такой вот есть даже с огурчиком. Просто вот кусочки огурчика я замораживала вместе с календулой. И у меня есть видео о биоритмах кожи женщины. Вы посмотрите его, пожалуйста, если первый раз попали на мой канал. Потому что это не просто процедура, чтобы сделать себе компресс на лицо. Здесь надо учитывать биоритмы нашей кожи. И вот в данном случае у меня утром произошла такая ситуация, что я проснулась, увидела очень такой достаточно большой отек. И что я покажу, что я делаю ранним утром. Хочу заострить внимание, что пробуждение, когда начинается у нас с 7 утра, например, у нас начинается кровообращение. Но отток жидкости еще, лимфодренаж, у нас еще не начинается. Поэтому утром очень хорошо сделать душ. Вот в данном случае мы сделаем такой компресс. Горячая водохалл, контрастный такой мы сделаем компресс на лицо. Но сами маски рано утром в 7-8 утра, посмотрите мое видео о биоритмах, они не принесут нам пользу. Поэтому сейчас вот максимум, что я могу сделать, это я могу сделать себе вот такой компресс. Сейчас вода у меня здесь достаточно горячая в одной мисочке. Здесь вода достаточно прохладная. Но так как у нас сейчас зима, то в крайне вода, конечно, холодная. Но если это вы летом увидели мое видео, вы можете бросить сюда несколько кубиков льда. Это будет очень хорошо. Я живу в своем доме, у меня артезианская скважина. Вода у меня хорошего качества, минерализированная. А если водичка у вас с хлоркой, то, конечно, я бы вам советовала приготовить рано утром для такой процедуры. Все-таки бутылочку минеральной воды. И это вам принесет больший результат, конечно, чем просто вода хлорированная с крана. Итак, здесь у меня достаточно горячая вода. И в эту мисочку я положу совсем немножко иодированной соли. Совсем немножко. То есть мы как бы воссоздадим морскую воду. Буквально на кончике ложечки мы положим. Не будем лицо сильно солить, скажем так. Здесь будет немножко-немножко соль просто идет. А здесь вода, как я вам показала, с кубиками льда или просто прохладная. И вот я беру одно полотенечко. И вообще я вам советую, если вы зрители моего канала Домашний очаг с Мариной, мы с вами много таких секретиков рассказываем друг другу. И вот чтобы у вас были такие махровые полотенечки, специально только для ваших, ну скажем так, косметических процедур. Это не те, что мы вытираем там личико или ручки. Они должны быть у вас отдельно. Еще раз хочу сказать, я вам советую использовать и цветотерапию. То есть подобрать цвет, который вам более приятен. Голубой, белый, может быть розовый. И вот вы видите, какое состояние моего лица. Достаточно отекшее по состоянию здоровья. Ну и не будем грешить и праздники дали отпечаток. И вот рано утром я делаю такую процедуру. Мы выкручиваем полотенечко. Еще раз хочу сказать, что вода достаточно горячая. Но пока мы сделаем отжим, уже полотенечко успеет остыть. И вот с 7 до 8 утра, ну или когда вас застала эта проблема, теперь я советую вам вот так вот наложить полотенечко. И полежать или посидеть до того момента, пока вы чувствуете пар. Волосики поднимайте вверх. И вот первое полотенечко у вас уже тепло отдало. Не спешите сразу теперь опускать в холодную воду. И теперь я хочу обратить внимание на то, что в такое раннее утро у нас лимфодренаж еще не восстановлен. И теперь я советую вам ручками не начать массировать лицо ни в коем случае, а начинать с затылка. Здесь у нас находятся лимфоузлы. Вот здесь вот мы. И так мягкими движениями вы постарайтесь, не надавливая, а немножечко так, как пружинит кожа, постарайтесь сделать несколько там, ну до 10 может быть движений, для того, чтобы вот здесь, где шейка у вас, немножечко, скажем так, разбудить лимфу. Не давите ни в коем случае сильно, не начинайте с лица, потому что вы его сразу подавите, и у вас оно еще больше, как яблочко раздует. А именно нам надо сделать с лица отток вниз, чтобы отток у нас произошел. Поэтому вот здесь вот сзади шейки аккуратненько, вот здесь вот немножко, низ подбородка, и только теперь по чуть-чуть вы можете ручки наложить на свое лицо, но не массировать и не давить, а я бы даже бы сказала, может быть, даже энергетически его просто пожалеть, потому что действительно кожа пострадала у нас от праздников, ну или, как я говорю, сосудистые заболевания, особенно у кого давление, почечные бывают отеки, сердечные отеки, от приема медикаментов, может быть, даже от неудачных косметических процедур, которые вы вчера сделали, и сегодня вот так вот у вас произошло. И вы ручками, они у вас теплые, очень аккуратненько как бы лепите лицо, но не массируем. Утром еще раз хочу сказать, лимфодренаж у нас сейчас еще спит. Вы просто аккуратненько вот так вот прикосновением, как бы лепите лицо, и помогаете вот этой жидкости, чтобы пошел отток у вас по шейке. И мы снова продолжаем теплые процедуры. Пока с холодными я вам не советую, потому что, ну вот если так резко холод, и это для здоровой кожи будет хорошо. А так как у нас кожа сейчас немножечко пострадавшая, скажем так. В такую горячую воду вы можете добавить и отвар трав. В моем случае мне больше помогает вот морская соль, иодированная, ну совсем немножко. я добавляю для того, чтобы не пересушить. И вот так вот делаем такие компрессы. Ну, я не буду вам показывать, насколько я долго буду делать эту процедуру. Вы будете чувствовать по себе. Может быть, 5 минут, 7 минут, 3 минуты. Водичка постепенно у вас будет остывать, и лицо не так будет уже нагреваться. И за счет того, что вы еще периодически личико, ручками вот так вот аккуратненько, только не массируйте его, потому что мы только навредим. А вот так как лепим его понемножечку. Но обязательно начинайте вот именно шейка у вас сзади, здесь лимфоузлы, и вот здесь вот. И продолжаем опять теплый компресс делать. Можете это до 5 минут повторить такую процедуру. Заканчиваем мы прохладной водичкой. Ну, у меня здесь лед еще мы положили с ромашкой. Полотенечко достаточно прохладное. И теперь прохладное полотенце я накладываю на лицо, на область подбородка и шею. Полотенце не настолько холодное, чтобы получило лицо сразу шок, горячий компресс и холодный, потому что все-таки полотенечко нейтрализует достаточно холодную воду. И тоже вот буквально 3-4 прикосновения таким прохладным полотенцем я как бы успокаиваю кожу. Хочу обратить внимание, что по состоянию кожи вот в данный момент я не использую под глаза никакой крем. Потому что любой крем, какой бы я ни нанесла, он мне своего рода заблокирует отток лимфы, он будет свое действие делать, а мне надо все сделать так, чтобы жидкость ушла у меня с лица, ну, по возможности облегчила мое состояние. И снова прохладное полотенечко. Очень хорошо шеи. Вот здесь вот лимфоузлы. Опять же, смотрите по состоянию, температура вашего тела, чтобы не очень холодное было полотенечко. И вот вы почувствуете вот эту прохладу приятную на лице. Уйдет тот жар, который мы вызвали, да, мы расширили сосуды. И прохладным полотенцем мы теперь как бы сужаем. И сосуды сбрасывают вот эту кровь, которая жидкость, отек. Ну и восстанавливаем кровообращение. Я беру лед, который у меня с васильком. Так как я вам говорила, что василек, ну это посмотрите мое видео на другом канале Марина Цветы. Особенно для зрения, для тех, у кого мешки вот тут вот под глазами. Это бывают почечные мешки, бывает киста под глазами, а мы думаем, что это отек. И вот теперь вот таким льдом с цветами. Вот теперь действительно у нас идет такая ледяная процедура. Ну вот здесь можно у меня и огуречек есть, и огурчик есть, и укропчик у меня есть. То есть вы можете даже несколькими льдинками, вот ромашка тоже вот. И если вы идете на работу, то время у вас ограничено, вы не можете позволить себе еще каких-то полчаса для масок, таких, которые помогают снять отек. Вы накладываете макияж, и идете на работу. Если это у вас выходной день, или вы имеете возможность уделить себе внимание еще до обеда, то с 8 часов до часу действительно косметические процедуры очень желательны. Но в связи с тем, что мы с вами сейчас смотрим кризисную такую мою ситуацию, то все-таки маску, которую я вам посоветую, я рекомендую делать с 5 до 7 вечера. Вы посмотрите мое видео о биоритмах женщины. Это связано с тем, что в 5 часов у нас начинается физиологически резко повышаться тонус кровообращения. И в это время у нас, кто занимается спортом, именно с 5 до 7 идет увеличение мышечной массы, или если кто хочет похудеть, ну, спортом занимается, или просто какая-то медитация или растяжка. Именно связано это с определенной фазой гормонов. Я в видео вам рассказывала. Поэтому вот такая экстренная масочка, все-таки я ее оставляю с 5 до 7 вечера. И для меня очень хорошо помогает обычная тыква, которую я не только сейчас смазку буду применять, а у меня есть видео о том, как мы помогаем организму очиститься после праздников. И вот один из ингредиентов, это то, что в течение дня я принимаю достаточно такое большое количество тыквы и кисломолочных продуктов. Это простокваша, кефир, может быть ряженка. Это связано именно с бактериями, лакто и бифидобактерии, те, которые помогают с организма тоже вывести и жидкость, и усилить обмен веществ, который в данном случае, конечно, для меня очень важен. Итак, я беру небольшое количество тыквы. Хорошо разминаю вилочкой или ложечкой. Сейчас у нас зима, поверьте мне, это настолько незаменимый продукт для здоровья именно, для чистки печени, когда такие праздники прошли обильные. И вот в эту массу я добавляю ложечку крахмала. Это для того, чтобы, во-первых, у вас всё не поплыло по лицу, и плюс крахмал сам по себе, он оттягивает влагу. Вы даже почувствуете, он будет у вас как абсорбировать с лица. Поэтому он и загустит нам эту масочку. И поможет лицу снять отёк. Я делаю масочку на несколько дней, на 2-3 дня. То есть я вот сейчас перемешаю и оставлю её на 2-3 дня. И завтра, и послезавтра, в это время с 5 до 7 часов. Это связано с тем, что самый максимальный идёт лимфодренаж у нас, кровообращение. Работают именно все подкожные мышцы, то, что нам нужно. И вот эту вот масочку, но я вам, конечно, сейчас не буду демонстрировать. Я накладываю на лицо. И сколько сможете полежать в спокойной обстановке? 15-20 минут. В это время я вам советую включить хорошую музыку, но не на высоких частотах. Я бы советовала эта музыка специальная, которая... Это музыка для медитации, для релакса. В интернете очень много есть хороших направлений таких. И вы вместе с тем получите не только ещё душевное такое спокойствие, но самое главное, максимально поможете организму убрать вот такие вот отёки. Сейчас я произведу эту процедуру, а потом уже покажу вам, как я буду выглядеть через полчаса. И вот я полежала 15 минут с тыквенной маской на лице. Это варёная тыква у меня была и ложечка крахмала. Действительно, у меня пошёл лимфоотток. Ну, может быть, сейчас визуально не видно лицо, ещё влажное. И ещё раз хочу сказать, что я вам показываю экстренную помощь, которую я оказываю себе в данном случае при таких неожиданных, скажем так, отёках лица. Ну, это или праздники, или бессонные ночи, или связано с каким-то заболеванием, или даже бывает с каким-то неудачным применением косметических процедур, каких-то средств. Даже это может быть. Сейчас у нас зима, и я вам порекомендовала использовать тыкву. А летом очень хорошо помогает кабачок, точно так же. То есть, вы его чуть-чуть на тёрочку, вот натрите, можете вот сырой, меленько вот так, или крупную, отожмите жидкость, добавьте ложечку крахмала, тоже вот расположитесь так удобно, на лицо накладите эту масочку, полежите 15-20 минут, и все тыквины, я ещё раз заостряю внимание, очень хорошо делают отток, вот именно под глазами, у кого мешки, ну, вот здесь вот, у кого оттекает, вот как у меня, вот здесь вот лимфоуслы, вот такое состояние, поэтому, и теперь, видите, я сижу влажная перед вами, стоит такой вопрос, промакивает ли мне лицо или нет. Из своей практики я хочу сказать, что постарайтесь сохранить влагу на лице, насколько вы можете, для того, чтобы поры, ну, вот как бы, абсорбировали вот эту живую воду, скажем так, для того, чтобы помочь тоже организму, ну, вот водный баланс восстановить. Даже я знаю, что утром косметологи некоторые рекомендуют не вытирать лицо, а дать возможности, вот, чтобы оно само по себе высохло и абсорбировало эту воду. Когда лицо у вас высохло, и вы чувствуете, что оно стянуто, ну, у меня вот в данном случае оно не стянуто, то есть мне достаточно легче стало, действительно, я почувствовала, что у меня кровообращение, здесь мне легче, вот как-то стало даже, ну, действительно, ощущения очень хорошие, ну, и самое главное, это для здоровья, то есть я оказала помощь. Если у вас лицо стянуто немножко, вы можете использовать опять самый легкий, я советую, увлажняющий крем. Это только для того, чтобы не закупорить снова поры, кремами или масками какими-то. Наша задача сейчас не принудительно заставить уйти отток, а чтобы внутренние резервы организма проснулись, если мы, ну, так, навредили себе после праздников или бессонной ночи, и для того, чтобы организм сам заработал и сделал сброс вот этой жидкости, ну, вот в данном случае вот с лица, такой, как образовался у меня. Вот такой способ натуральный. Я вам показала и продемонстрировала на себе. Ну, осталось еще совсем немножко привести себя в порядок, и я снова выйду к вам на обозрение. Дорогие мои зрители, конечно, я хочу вам сказать, что борьба с отеками не так легка, как кажется на первый взгляд. Это показатель, что в организме где-то произошли сбой нашей системы, ну, вот в данном случае лимфодренаж и организм могли мы во время праздников немножечко так сами себе усугубить. Ну, как я говорила, бывает состоянием здоровья, бывает реакция на косметические процедуры. Я вам показала свои процедуры, так называемые моя скорая помощь, когда вот я утром просыпаюсь и мне достаточно плохое самочувствие, даже не визуально, а вот по внутреннему состоянию. Я делаю с 7 до 8 утра компрессы, чередую горячий, холодный, как я вам говорила. Использую лед, который я замороживаю действительно в течение лета именно для вот таких вот своих экстренных ситуаций. Но хочу заострить внимание, если у вас капиллярная сетка, так называемая высоко капилляры снаружи, льдом не увлекайтесь, потому что у вас хрупкие капилляры и вы можете вызвать раздражение или ещё какие-то проблемы. И вот маска, которую я вам советовала из тыквы, это в зимний период, летом, очень хорошо, кабачок сырой на тёрочку, вместе с крахмалом вы можете это использовать, полежать 10-15 минут. Все тыквенные, они очень хорошо, поверьте мне, вытягивают жиркость лица, особенно вот у кого вот и бывают вот такие мешочки под глазами. Ну, понятное дело, что физиологию свою знаете, но вот как-то всё равно нужно помогать. И я вам ещё хочу дальше продолжить видео во второй части, потому что не задача вот только здесь запустить лимфосистему и убрать какой-то отёк. Конечно, я за полчаса, за 40 минут не приведу в тот свой порядок лимфосистему, который бы хотелось бы. Это мне хотя бы нужно дня 3. Ну, я каждый день снимаю видео, поэтому вы будете иметь возможности завтра и послезавтра уже видеть более такой результат. Но нельзя вот решать проблему только здесь. Вот прошу вас перейти на вторую часть моего видео, тоже борьба с отёками. И я вам покажу следующую процедуру, которую я делаю, ну, скажем так, одновременно с лицом. Можно себе помочь в ситуации, когда вы отекаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok